Что-то непонятное происходит в поселке Тылай Мурашинского района. Крепкие дома там признаны аварийными, а развалюхи в список на расселение не попали. Почему? Разберемся. Об этом не только через несколько минут. Вы смотрите «Дайвичи». Меня зовут Екатерина Зубарева. Здравствуйте. Пять смертей за выходные и опять на дорогах. Подробности крупного ДТП. Не могут согреться после строительства новой котельной. В домах поселка теплее не стало. Почему? Спросим у местных жителей. Очередной рекорд побит в России выявили самый большой суточный прирост по заболевшим коронавирусам. Кировчане начали получать новогодние президентские выплаты на детей. Деньги поступают автоматически, но некоторым родителям придется написать заявление. В Кирове открылись елочные базары. Лайфхак. Как сделать так, чтобы зеленое дольше простояло? Срок не уложились. Подрядчик не закончил работы по благоустройству при вокзальной площади, как было обещано. А надо было ли вообще начинать? Мнение кировчан. Рекорд по ДТП. За выходные на дорогах Кировской области погибло 5 человек. 23 получили травмы, сообщают в ГИБДД. Крупная авария произошла в Юрьянском районе на 396-м километре федеральной трассы Вятка. Лоб в лоб столкнулись Ниссан и Лада Гранта. По предварительным данным, на полосу встречного движения выехала иномарка. В результате столкновения погибли 4 человека – водители, пассажиры отечественного авто. Еще 3 человека получили травмы – это водители, пассажиры иномарки. Из-за аварии на трассе было временно ограничено движение. Те, кто проезжал данный участок, видели, как на дороге выстроилась километровая пробка из фур. Короткое замыкание электропроводки – это предварительная причина пожара в Коминтерне. Об этом сообщают в МЧС. В минувшую субботу на Павла Корчагина 223 огонь вспыхнул в одной из квартир. В результате подъезд на уровне семи этажей закоптился. Нескольким квартирам требуется серьезный ремонт. Информация о происшествии сразу появилась в соцсетях. На месте ЧП работало несколько пожарных расчетов, а также машины реанимации. 43-летняя женщина, которая находилась в квартире, отравилась угарным газом, но от госпитализации отказалась. Маленького ребенка пришлось спасать из окна квартиры. Этот момент засняли очевидцы. На нем пожарный спускает малыша с помощью выдвижной лестницы. В итоге семья, включая бабушку после инсульта, остались без крыши над головой. Поселок Марамица в Апаринском районе по-прежнему замерзает. Об этом нашей редакции сообщили местные жители. Особенно холодно в квартирах было в выходные дни, когда температура на улице опустилась до минус 25 градусов. Все из-за проблем с котельной, все социальные объекты и жилые дома Марамица обогревал устаревший тепловой пункт. Местные с нетерпением ждали, когда запустят новую модульно-блочную котельную. И вот на днях объект заработал. Правда, с одним котлом, а должно быть два. В итоге разницу в отоплении люди не почувствовали. Особенно стало холодно в местной школе. Там удалось нагреть тепловыми пушками только четыре кабинета. Поэтому пока ребята будут обучаться в две смены, а уроки будут идти по 35 минут. Уважаемая прокуратура, мы, жители Апаринского района поселка Марамица, просим вас, умоляем вас принять меры, чтобы наши дети учились в тепле. Мы уже три месяца пытаемся, чтобы нас услышали. Пожалуйста, принять меры. Живем в гнилых домах, так выражаются жители поселка Тылай Мурашинского района, чьи дома не признали аварийными. При том, что добротные дома почему-то попали в список на расселение. Местные жители, мягко сказать, удивлены. Доказательства они прислали нам в видео. Зоя Попцова внимательно изучила видеоотчет одного из возмущенных жителей поселка, пообщалась с ним и готова рассказать подробности. Хочется ознакомить, как выполнялась программа по переселению из аварийного жилья в поселке Тылай Мурашинского района Кировской области. Смотришь и не веришь своим глазам, рассказывает местный житель Сергей Калабин. Вполне приличные с виду дома признали аварийными. Еще два года назад представители сельского поселения Мурашинского района повесили на них таблички с заключением экспертизы. Но Сергей, как и местные жители считают это фикцией. Возмущен настолько, что решил снять видео о жилье в родном поселке. На самом деле эти дома никто не обследовал. Никаких комиссий не было. Что могут подпредить жители поселка? В декабре 2018 года члены экспертной комиссии провели еще одну оценку домов и признали их изношенными более чем на 70%. Сергей даже называет организацию, которая это делала, и опять же усматривает в этом некий интерес властей. Сергей признает, по программе переселения из ветхого жилья в поселке все-таки переселили одного человека. Но все это какая-то странная история, говорит Сергей. И вот она тылайская загадка. На соседней улице все как раз наоборот. Обрушенная местами крыша, покосившееся крыльцо, но при этом вот эти дома в поселке остаются пригодными для жизни, по мнению местных властей. Аварийными не признаны. Сергей не смог равнодушно смотреть, что творится в его родном поселке и занялся этим вопросом вплотную. Просто должна быть какая-то справедливость. И эти люди, которые вот это все натворили, должны за это ответить. Добивался справедливости Сергей и от района и прокуратуры, и от областной генеральной. Везде одни отписки. Готовит обращение в правительство России и администрацию президента. Мы рассчитываем получить информацию по этому вопросу от руководства Мурашинского района. Сегодня и глава поселения, и глава района были недоступны для связи. Как говорят местные, в поселке Тылай ее вообще нет. Но мы свяжемся с главой района. Все подробности в ближайших выпусках новостей. Требуя отчета, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду и Пенсионному фонду доложить о президентских выплатах семьям, в которых есть дети, до 8 лет. Отчет должен быть готов к 11 января следующего года. Кировчане уже начали получать президентские выплаты. Напомню, что их размер составляет 5000 рублей. Всего на эти цели из федерального бюджета выделили более 70 миллиардов рублей. Большинству семей деньги будут начислены автоматически, но некоторым придется написать заявление. Граждане, которые ранее не получали выплаты, а такие могут быть в случае, если у них дети родились после 1 июля, они будут подавать заявление лично, то есть прийти нужно в территориальный орган пенсионного фонда, либо в электронном виде через портал государственных услуг. За сутки в России зафиксировано 29 350 новых случаев заражения COVID-19. Это рекорд по суточному приросту. В лидерах по заболевшим Москва, на втором месте Санкт-Петербург, на третьем Московская область. По-прежнему остается напряженная ситуация с коронавирусом и в Кировской области. За сутки в нашем регионе скончался один человек, сообщают на сайте СтопКоронавирусРФ. Выявлен 241 новый случай заражения. Тем временем по всей стране идет вакцинация от COVID-19. Чтобы не бояться прививок, одна из страховых компаний предлагает застраховать россиян от нежелательных последствий вакцинации. То есть в случае госпитализации после прививки пациент получит денежную выплату. И по всей видимости, это еще не все неприятные сюрпризы 2020-го. Сегодня десятки стран, в том числе и Россия, в срочном порядке останавливают авиасообщение с Великобританией. Там обнаружен новый штамм коронавируса. По некоторым данным, он до 80 раз заразнее, чем все ранее известные его формы. Радует только одно – болезнь у инфицированных протекает не тяжелее, чем при обычном COVID-19. Кроме того, эксперты утверждают, уже разработанная вакцина от центра «Вектор» способна победить вирус. Но все же рисковать не стоит, считают специалисты. Российский оперштаб сегодня принял решение. Полеты между нашей страной и Великобританией запрещены. Ограничения вступают в силу в полночь и будут действовать в течение недели. Сейчас ситуацией занимается Роспотребнадзор. По данным ведомства, в случае необходимости будут приняты дополнительные меры. Ровно 10 дней до Нового года. И пусть карантин и с деньгами не очень. Множество дел еще нужно успеть сделать. Но все хотят праздника. И очень кстати, вовремя в городе открылись елочные базары. Как это и бывает обычно, их не один, не два, а десять. Есть в каждом районе. Работать будут до самого 21-го уже года. Стоит ли брать елку уже сейчас и как тогда ее сохранить, поинтересовалась Елена Чехомова. Такая стоит 600 рублей, да? Такая, у нее иголка более такая уже обильная, стоит 800 рублей. Есть и за 4000. Просто всю сотню привезенных образцов Андрею некуда поставить. Обычно прилавком были сугробы, а в этом году их не сыскать. Впрочем, опытный продавец не растерялся. В ход пошли подручные материалы. Выставка продажа готова, можно выбирать. Такие вещи смотрим, это берем за иголки. Если не остаются, то это уже показатель, что елка не сыпется. Хорошие, но очень дорого для пенсионеров. Ну, для семи-то, конечно, можно купить вот, например, вот такую елочку. Но сегодня Ольга Николаевна ищет не для себя, а для своего двора. Поставить на радость всем жильцам у дома. Цены кусаются, а купить вообще-то пора бы. Мы уже игрушки с ребятками сделали из бумаги. Всякие бусы, фонарики. Людмила Петровна с мужем советуют ель брать заранее, когда есть выбор. И себе зеленую красавицу уже купили. Зачем откладывать? Замечательно. Ну, такая красивая елка у нас была. В этом году большая, пушистая. Но в этом году тоже прекрасная. Потому что еще пока не разобрали. Но до Нового года еще 10 дней. Как сделать так, чтобы елочка не осыпалась к празднику? Маленькой елочке холодно зимой. Но эту информацию не стоит воспринимать дословно. Когда купили елку и принесли домой, не стоит сразу заносить в комнату. Лучше, чтобы первую ночь она все-таки провела на балконе. Вроде бы уже не уличный мороз, но и не суш, тепло, домашних батарей. У кировчан множество своих советов, как продлить жизнь своему новогоднему дереву. Поставить песок и поливать. Ведро, лед. Радоваться тому, что она просто есть. Поливать. Веселиться, у кого не елок, год отмечать. Воду поставить. Таблеточку аспирина. Посадить в землю. Для того, чтобы воспользоваться советами наших народных умельцев, кроме елки, нам еще понадобится обыкновенное ведро. Ну, или такая вот специальная подставочка. Продается здесь же. 600-800 рублей стоит. Вот такими винтами здесь фиксируется ствол. Ну, и, собственно, сюда и наливается вода. А вот что в эту воду добавить, можно выбирать. Например, уксус обычный столовый. Ну, а можно пройти через аптеку и взять глицерин и аспирин. Но еще один совет. Для того, чтобы все это лучше попало в ствол, рекомендуют сделать в нем несколько дырок. Елена Чехова, Алексей Зирянов, Бюро Новостей Дэвидовича. Срок не уложились. Подрядчик не закончил работы по благоустройству при вокзальной площади, как это было обещано. А надо ли было вообще начинать, кировчане расскажут. Об этом не только через несколько минут. Не переключайтесь, будет интересно. Это «Давичи» и мы продолжаем. Благоустройства должны были завершить вчера, но впереди еще много работы. Речь о при вокзальной площади. К 20 декабря подрядчик обещал сдать объект. Но по периметру парковки стоят строительные ограждения. Сделаны тротуары внутри стоянки. Впервые за все время там оборудована полноценная пешеходная зона. На парковке должны нанести разметку для автомобилей, установить дорожные знаки и пешеходные светофоры. Однако этого пока нет. Кировчане и гости города сомневаются в том, что благоустраивать при вокзальной площади действительно нужно. Многие вообще не заметили изменений. Есть и те, кому не нравятся чугунные ограждения вдоль проезжей части. Оградили хорошо, но насколько это удобно, больше даже, наверное, вопросы не посредине, а вот к этому забору. Насколько это удобно, например, вызвали такси, как нужно сюда сесть, как подъехать. Посмотрим, будет удобно, будет здорово. Нет, нет, не знаю, не знаю, еще ничего не могу, не могу оценить, пока не попробовала. Кажется, лучше стало. Курчатка не убрана, это почему? Ну, благоустройство, оно, конечно, лучше, чем раньше было. Ну, а на дорогах что творится? Нет, честно сказать, не заметила. Я была в августе, в общем, вроде бы все то же самое. 2020-й потихоньку уходит. Сегодня самый короткий день этого года. 21 декабря – зимнее солнцестояние. А это значит, что уже со вторника дни будут прибывать, а ночи становятся короче. В старину этот день называли солнцеворотом и в праздник старались избавиться от всего, что мешает счастливой жизни. Эту идею поддерживают и современные астрологи. Эти сутки – прекрасная возможность начать жизнь с чистого листа, ведь дело идет к весне. Самое время для перемен к лучшему. В Кирове наградили лучших студентов не за успехи в учебе, а за труд. В области закрыли 56-й трудовой семестр студенческих отрядов. Этот год выдался не самым простым для ребят все-таки пандемия. Подробнее о мероприятии в сюжете. Так ярко подвели итоги своей работы студенческие отряды. Каждый год члены данной организации на летний период трудоустраивают студентов. Три месяца они работают проводниками, вожатыми в детских лагерях, заняты в пансионатах и гостиницах. Этот год не стал исключением. На работу устроились более 400 студентов, а среди них наградили лучших за особое достижение. Честно сказать, наградил бы всех. Порядка 400 студентов все-таки выехали на Целину. И сказать о том, что пандемия прекратила деятельность студенческих отрядов на территории Кировской области, ни в коем случае нельзя. Студенческий год состоялся, отряды отработали. 56-й трудовой сезон не состоялся бы без поддержки депутатов Законодательного собрания области. В текущем году они единогласно утвердили инициативу Юрия Балыбердина о развитии деятельности студенческих отрядов. Этот законопроект защищает права студентов и дает возможность работать даже в пандемию. А что читаете вы? Если ничего, возможно, вы и не кировчанин вовсе. В Министерстве культуры назвали регионы книголюбы России. И Кировская область есть в этом списке. Кировчане любят ходить в библиотеки и брать книги домой. 13,5 тысяч книговыдач на тысячу населения, почитали эксперты. В общем, это очень много. В рейтинге самых читающих также жители Чукотки, Магаданской, Новгородской и Курганской областей. А вот москвичи редко ходят в библиотеки, впрочем, как и жители Ингушетии, Чечни и Дагестана. Мы спросили у кировчан, читают ли они и что именно предпочитают. Читаю КУАП, ГПК и АПК. Ничего, некуда читать. Сейчас читаю книгу Тихоновой, педагогика Карла Черни. Это в последнее время какую-то развлекуху, что-нибудь типа фантастики. Ничего. Почему? Потому что некогда. Художественная житература газеты в интернете, читаю много всяких публикаций. Напоминаю, что делать новости вместе с нами теперь стало еще проще. Если вы стали свидетелем интересного события и у вас есть видео, присылайте его к нам в WhatsApp или Telegram по номеру телефона, который видите на экране. А у меня на этом все. В студии работала Екатерина Зубарева. Всего доброго и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok